Уже третий год в Дагестане функционирует единственный на Северном Кавказе учебно-реабилитационный центр для слепых Ихсан. Здесь бесплатно обучаются около 20 человек как светским дисциплинам, так и религиозным. Большинство из них проживают в учебном заведении. Накануне в Махачкале руководство центра подвело итоги года. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Они не видят глазами, но чувствуют сердцем. Рамазан Гамзатов, несмотря на отсутствие зрения, с семилетнего возраста начал обучаться Корану методом Брайля. И вот сейчас на чистом арабском языке читает строки священного писания. Таких талантливых ребят в учебном центре Ихсан около 20. Программа обучения светской дисциплины, это дети школьного возраста, светской дисциплины, изучение Корана и основы ислама. Также есть дополнительное образование, бисероплетение. После Нового года начнутся курсы вязания для девочек. И у нас курсы компьютерные. Именно вот мы закупили прайлевский дисплей. И вся информация с экрана, с компьютера выводится рельефно-точечным шрифтом. Центр для незрячих Ихсан начал функционировать три года назад. Инициатива его открытия принадлежит муфтью Дагестана шейху Ахмаду Афандия. Заботу и помощь здесь оказывают бесплатно, как взрослым, так и детям. Самому младшему ученику 6 лет, самому старшему 67. Причем обучение проходят не только жители нашей республики, но и незрячие из других регионов. Когда работаешь с человеком с нарушенным зрением, надо понимать, в какое время наступило поражение зрения. Является ли оно врожденным или приобретенным. Причем рано ослепшие дети – это один путь развития, поздно ослепшие – это другой путь развития. Если работаешь с рано ослепшим или ребенком с врожденной патологией, здесь проще, потому что в определенном психологическом смысле, потому что этот ребенок никогда не видел или не видел в нужном качестве, поэтому психологических переживаний по этому поводу у него намного меньше. Когда же ты работаешь с человеком, который потерял зрение, там очень часто возникают посттравматические стрессовые расстройства. Нужно привлекать не только тефлопедагогов и специалистов, работающих именно со слепыми, но и психологами, которые помогут справиться с этой травмой. На подведение итогов работы учебного центра собрались представители власти, общественники и благотворители. Именно благодаря помощи мецената в учебное заведение благополучно функционирует несколько лет. Здесь сидят дети, которые хотят обучаться Корану, которых плохо видно. Я надеюсь, что посредством нас, может быть, они, сейчас мы там взяли им телевизор, я надеюсь, что они хотя бы слышать будут. И если даже они одну, один аят, одну букву из Корана выучат, что может быть больше награды, чем это? В учебном центре помимо обучения светским и религиозным дисциплинам, инвалидам оказывают и реабилитационную помощь. Это особенные люди, им порой не хватает элементарного внимания и общения. Саид Саид Гусинов потерял зрение в 7 лет, но тем не менее не отпустил руки и достиг больших результатов в творчестве. И большую роль в этом сыграла любовь и поддержка близких. Взять из себя человека, какой бы он ситуации ни был, человеку нужен человек. И человеку обязательно нужна помощь. А что уже говорить об инвалидах? И подобные центры, они просто необходимы, потому что нет ничего хуже, когда оставляют ситуацию без внимания. Все может распуститься. И поэтому наш шейх Ахмад Хажабдулаев, когда позаботился о незрячих людях, это было что-то с чем-то. Это социальное общение. Во-вторых, это когда есть для них возможности. Я помню мои первые ощущения, когда я открыл Коран Пабрали и начал читать руками, я понял, что я никогда не останусь без, скажем так, сопровождения Всевышнего. Это был самый лучший сопровождающий моей жизни и есть по сей день. Сделано немало, но впереди еще много работы. И двери учебного центра открыты для всех, кто нуждается в их помощи и поддержке, отмечает руководство Ихсана.